Дорогие друзья, дорогие слушающие, до слова сегодня будем читать от Матфея 17 главу о том, как Иисус взял трех учеников на гору Преображения. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую родних, и преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды его сделали с белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илья с ними беседующими. Причем Петр сказал Иисусу, Господи, хорошо нам здесь быть, если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, Моисей одну, одну Илье. Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все голос с небес сказал, си есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. И, услышав, ученики пари на лица свои и очень испугались. Но Иисус приступив, коснулся их и сказал, встаньте и не бойтесь. Возвитя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. Правда, очень сильное, сильное событие. Это было очень важно, чтобы Петр, Иоанн и Иаков увидели все, что они увидели. Это поддержало их на всю их жизнь. И для Иисуса это была поддержка. Он был в таком общении, близком, со своим отцом, с Моисеем, Ильей. И вот все это было то, что дало ему тоже силу дальше идти здесь и выполнять свой план, который был Богом предусмотрен для Иисуса. Произошло несколько чудес сразу. Лицо Иисуса просияло, как солнце. Это надо увидеть человека вот с таким сияющим лицом. Одежды сделались белые, блестящие, преобразились, что это было что-то новое, другое. Они увидели на своих глазах, как это все преобразилось. Не знаю, наверное, Моисей и Илья тоже были особенно как-то одеты здесь, но они их узнали. Они же не видели раньше. Но тем не менее, вот такая была атмосфера божественная, что они узнали их здесь. Ну а потом еще вот это голос с небес, облако осенило их. И голос с небес говорит, сей Сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение, Его слушайте. То есть вот столько чудес сразу в одном месте. И такая атмосфера, какая там была, что Петр воскликнул, как хорошо здесь. Ему хотелось там остаться. Он сказал, давай сделаем три кущи для Иисуса, для Моисея, для Ильи. Вот и чтобы там еще быть и быть, настолько была там чудная-чудная атмосфера. Но мы видим, все в жизни кончается, и кончилась и эта часть. И хотя тут было столько много сильного, я думаю, на всю жизнь можно было пронести и больше всегда сохранить близость к Богу. Но мы видим у Петра, когда у него были трудные дни в жизни, то это событие ему не помогло. Он все равно тогда отрекся от Христа, когда пришли вот эти свои трудности. Когда у человека не хватает вот этой возможности принять силу Божию на этот случай. Господи, помоги мне. Он как-то вот сам хотел, так сказать, защитить Иисуса. Он сказал, если все тебя оставят, я не оставлю. То есть он как-то себя видел лучше других. И вот он, когда пришли трудности, он забыл и про это видение. Он забыл про все и трижды отрекся от Иисуса. Я думаю, что большие события в нашей жизни Господь нам дает. Когда мы каемся, когда мы приходим к Нему, когда мы рождаемся свыше, когда мы переживаем особые события, с нами происходит нечто особенное в жизни. Но вот эти мгновенные события, они нам, так сказать, хоть и помогают, но не на всю жизнь. Они нас не защищают от всяких сложных ситуаций. Потому что в каждой сложной ситуации мы должны с Духом Божиим преодолеть силы Бога, так сказать, признаваясь, мы сами не можем, но с тобой, Господь, и в близости с Господом мы способны преодолеть любую трудность. Но не только потому, что мы видели какие-то чудеса, потому что мы что-то пережили в нашей жизни. Нет, в каждой ситуации нам заново и заново надо приобретать близость Иисуса Христа, да, находиться с Ним в такой близи, что мы можем сказать, с тобой, Господи, мы побеждаем. Мы с тобой, Господи, все можем сделать. И это на каждый день, на каждый день заново искать Его близости, находиться в ней. И тогда Господь непременно поможет. Конечно, очень важно, что вот такие события были в нашей жизни, что они бывают, я часто встречаюсь с людьми, они говорят, вот тогда я испытал Бога так, так сильно, а сейчас уже так не испытываю. Да, это значит, что если я когда-то испытал, я могу его испытать, и сегодня для Бога нет ничего невозможного. Он сегодня такой же реальный, как и тогда был на этой горе преображения. Нам надо про это помнить. И когда у нас бывает полоса, когда нету таких видений, то должны опираться на то, что Бог нам дает мгновенно в этот момент, потому что Он нам дает каждый день свое присутствие. Когда мы к Нему прикасаемся, Он прикасается к ним. Интересно, что они испугались. Ну, казалось бы, вот такое чудо, но они вот пали вниз, настолько это было, все божественно, настолько сильное, настолько чувствовали себя, наверное, грешными людьми, не знаю. Мы упали, испугались. А Иисус прикасается, говорит, не пугайтесь, встаньте, идите, возьмите все это ваше душу, пока не говорите никому про это. Просто сохраните в себе. Но когда я воскресну, тогда расскажите всем об этом чудном мгновении на горе преображения. А когда будем в небесах, тогда мы увидим еще больше, больше, больше всего прекрасного, что глаз не видел, что ухо не слышно, что на сердце не приходило. Все ты увидишь с Господом в его замечательном раю. Аминь. 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 Аминь.